Биатлон Понятное дело, что биатлон это соревнования, тренировки, в общем, изнурительный труд. Но наша съемочная бригада все время хочет и хотела как-то немножко отвлечь спортсменов от всей этой серьезности и порадовать телезрителей. Поэтому мы устраивали челленджи, викторины, разные конкурсы. В общем, давайте посмотрим подборку лучшего биатлонного. Все челленджи, что вы могли видеть в интернете и соцсетях, мы сперва проверяем на себе, отбираем лучшее, а затем предлагаем биатлонистам. Наша экспериментальная рубрика «Реакция биатлонистов» и первые участники Елизавета Каплина, Анастасия Шевченко. Первое задание максимально простое. Положить монетку на локоть и распрямить руку и поймать монетку. Первый участник. В куртке удобно? Ну, вроде да. Давай смелей. Вторая попытка. Отлично. Со второй попытки сделано. Неплохо. Ну, надо было выпрямлять руку, но в целом хорошо. Второе задание практически интеллектуальное. Нужно положить печенюшку на лоб и, не трогая руками, привести ее к рту. Есть не обязательно. Да. Настя, ты тоже начинаешь. Вы вместе. Я поучусь. Ну, уже неплохо. Лиз, как ты себя чувствуешь? Замечательно. Я хочу же ты пить дейнг. Просто. Первая ушла. Ладно, откладываем. До глаза вы их докатываете легко. Ты решил через другой глаз. По две печенюшки ушло. Давайте еще три есть. Лиза, очень близко. Очень. Мы не ожидали, что этот конкурс будет не так. Почти. Не трогай. Почти. Лиза была очень близка. Это было. Как тебе это удалось? Я хотела эту печеньку просто. Еще одно безумное задание. Здесь под банкой яйцо. Вы по очереди стучите по банке. Но в любой момент участник может забрать банку. Соответственно, следующий должен не попасть по сырому яйцу. Готовы? Сильней. Нормально, нормально. Рой, закрываем. Погнали. Быстрее, быстрее. Темп, темп. Мне кажется, это победа. Спасибо вам за участие в наших конкурсах. И чтобы вы тренировались дальше, вы получаете по пачке печенья. Так, ну, короткие комментарии. Что было самое сложное, самое дурацкое? Печенье съесть. Она была очень вкусная. Спасибо вам, девчонки. Успехов на биатлоне. Еще одно испытание уже ближе к спорту. Проверяем, насколько сильные легкие. Нужно задуть как можно больше свечек за один выдох. Да сколько это вообще? Десять. Слушай, может быть, ты в траекторию обдул, неправильно. Обалдеть! 21 свечка. Готов? Да ладно, хорош. Не, ну тут надо вытаскивать эту ситуацию-то. На том же самом месте. Да нет, у меня то же самое было. То же самое было у меня. Обалдеть! 21, 22, 23. Давай. Всем привет. Время пришло. Блин! Ну, чуть-чуть поменьше. 12, 14. Нормально, нормально, нормально. 19, 21, 22, 23. Отлично! Вот и математику подтянули. Блин! Нет, 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 Света здесь. Соответственно, твоя здесь. Вы старались как могли. Но мужиков мы победили. Но мужиков мы победили. Это самое главное. А вот челлендж, снятый на летних сборах. Скорее, это даже биоплонный эксперимент. И сегодня мы проверим, как психологическое воздействие работает в условиях стрельбы на наших биатлонистов. Здесь Даня, Карим. Они уже пристрелялись стоя. Для понимания, мы находимся в тире. То есть ребятам практически ничего не мешает, кроме меня. Итак, первое задание. Погнали, парни! Смотрим, как лузеры просто отстойники стреляют. Откуда вы в сборной? Это ужас! Мимо! Хуже некуда этого! Уже промахнулся! Это провал! Вы откуда здесь? И это позор нашей команды! Даня справился чуть быстрее, но у него три промахта. Карим чуть медленнее, но он отстрелял чисто. Наш второй тур. На самом деле и воздух в ухо, и молотком меня били. И неприятно особо было. И от этого удержания хромало, у меня все шаталось. У Карима снова точная стрельба. Даня еще лучше. Один промах. Последний тур, самый сложный. Дать у тебя последний шанс исправиться и показать чистую стрельбу. Приготовились! Начали! Под голос Дмитрия Губерниева, Карим Халили допускает один промах, а Даня Сырохвостов стреляет чисто. Ты узнал, что это за гонка была? Да, конечно, узнал. Олимпийская стесета. Мне ничего не мешало, просто попасть не мог. Там, наверное, больше влияло, когда я слышал, что Данила начинает промахиваться один за одним. Это немного смешило. На тренировках наставники так воздействуют? Ну, нам иногда включали звуки трибун во время стрельбы. Бывает, да, что ты-нибудь из ребят может что-нибудь под руку говорить. Допустим, вот мы Эдюку в том году постоянно готовили, так сказать, его к четвертому этапу стопеды. Я все лето ему говорил, когда он стоял, приходится на последний рубеж. Очевидно, что наши задания должны быть безопасны для биатлонистов, чтобы не простудились, не поранились. И в ковидные времена мы снимали их со всеми предосторожностями. Команда, как вы называетесь? Взрыв из прошлого. Отлично. Александр Логинов и Максим Светлов. Здесь парни, как у вас? Света. У нас команда Света уже. Команда Света и команда Взрыв из прошлого. Отлично. Первый конкурс у нас по моей команде. Нужно максимально быстро собрать все стаканы в одну стопку. Все готовы? Погнали. Господи, ты... Так, я не могу помогать. Вы просто здесь стаканы уже упали. Очевидно, что... Все готово? Да. Все? Все. Так, давайте посмотрим. Точно все. Было очень сложно. Спортивник очень сильный. Саш, было время вообще подумать, как правильно вести себя? Потому что все стремительно началось. Ты видел, что делаешь ты, ты что делал с раппионом. Да, я, конечно, правильно делал. Долго не мог понять, что он делает. Какая у него тактика. Второй конкурс. Все максимально просто. Вам нужно скатывать рулон туалетной бумаги, подтащить к себе стакан. Совершенно очевидно, что вода время тренирует проливаться. Сейчас бумага будет рваться. Как только она рвется, вы подматываете заново и ставите. Погнали. Так, так, так. Вот здесь сложный такой момент, кстати. Опа! Опа! Ой, добрый! Ой, 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 ой! Давай, давай! Ой, ой, ой! Ой, ой! Если посмотреть, что ты делаешь, что ты делаешь. Тебе домой сидел. Давай! Ань, еще плохо, бегло, бегло. Как так-то? Данил, как дела, Данил? Еее! Счет 1-1, у нас следующий конкурс. Нужно доставать салфетки из коробки с салфетками. Три-четыре, погнали! Господи, ты боже мой! Стрисер Хвостов как делает ритмично. Он просто выламывает, ты посмотри. Там от коробок уже я выиграл. Они у меня не кончаются. Было ощущение, что время от времени там вот так вот вообще хватаешь, и вот сразу 6 штук сразу вылетают, когда хватаешь. Да они готовились, они по-любому готовились. Вот они вчера смотрели все эти конкурсы и готовились. Счет у нас 2-1, пришло время для четвертого конкурса. Берешь один карандаш, кладешь себе вот так на руку, вот так, вот так ловишь. Берешь второй, кладешь два, вот так ловишь. Это не для меня конкурс. Погнали! Берешь один карандаш. Я тебе говорю по любому, а ты... Давай! Другой рукой я вообще... Достал ты, мать, это сделай! Хоть один, поевал? Давай! Давай, сейчас скорей, в финальный. Я понял! С результатом восемь карандаш... девять карандаш... Девять карандашей побеждает команда «Взрыв» из прошлого. Счет 3-1. Винешь у кого-то, правильно? Да, да, да. Я поймал, поймал! Я поймал! Я поймал! Мы проверяем не только точность и ловкость, но еще и знания. Очевидно, что после тренировок или стартов спортсменам очень непросто переключить сознание на что-то другое. Анастасия Батманова, Тамара Дербышева и наша интеллектуально-спортивная викторина про Белоруссию, раз мы здесь, в Раубичах. Погнали! Белоруссию называют легкими Европы, почками Европы, желудком Европы. Желудком. Почему? Ну, это же понятно. Здесь драники. Ну, да. Вы отлично готовы к этой вечеринке, но это легкие Европы, тут много лесов. Отлично. Проспект независимости в Минске 14 раз. Переделывали, переименовывали или перекрашивали? Перекрашивали. Вы молодцы, но его переименовывали. Чтобы получились драники, это обязательно должно быть в них. Яйцо, сода, желатин. Яйцо. Яйцо. Ну, наконец-то ваша тема подъехала. Белорусский город Полоцк считается центром Европы, краем Азии, родиной Домрачевой. Центром Европы. Отлично, это правильно. Кто был выше в тотале Кубка мира сезона 21-22? Ирина Лещенко, Динара Олимбекова или Анна Сола? Динара Олимбекова? Да. Территория этой страны больше Белоруссии. Болгария, Финляндия, Португалия. Россия. Не могу не засчитать этот ответ. В гимне Белоруссии есть слово «квитней», что означает? Свети, пахни, славься. Пахни. Свети. Так, у нас, по-моему, ничья и решающий вопрос. Всего у Белоруссии медалей в биатлоне на Олимпиадах. 4, 11, 411. 11. И это правильный ответ. Тамара Дербышева становится победителем нашей интеллектуальной викторины. Спасибо за участие. Ваше впечатление? Теперь буду готовиться к историю каждого города, в который еду изучать. Так как же сами биатлонисты относятся к нашим викторинам и челленджам? Вот самый популярный ответ. Это лучше всех. Я всегда готова за любой движ, кроме голодовки. Во Франции я выиграл кусок сыра большого от вашей команды. В камень множества бумага мы играли. Как ты относишься к проведению таких челленджей? Да, в общем-то, позитивно. Это разгружает, не знаю, я только за. И приятно даже посмотреть на других, как другие участвуют в вашей программе. Поэтому я только положительно отношусь. Не отвлекает от основной работы? Да нет, конечно. Я думаю, что вы ребята грамотные, всегда находите нужное время. Поэтому я думаю, что тот, кто хочет участвовать, он и будет участвовать. Латыпов против Малышка. Поехали. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Почему-то принято считать, что Латыпов в этом силен. Почему вдруг все так считают? Везучий. Раз, два, три. 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 Вот и вылетел, Латыпов. Все говорили. Да нет, в принципе, я бы не сказал, что это особо как-то отвлекает. Смотря в какой момент, понятное дело, я не пойду. Там есть тренировки на участвовать в таких мероприятиях. А вообще, в целом, это позитивно. Подолазать можно? Я думаю, что да. А если так, значит, в этом сезоне вы увидите еще больше челленджей и викторий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова